Суд и милость. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, с 11 по 23 стих. 21 года был Седекия, когда воцарился и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа, Бога Своего. Он не смирился пред Иеремиию, пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругою шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу, Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который Он осветил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, да коли не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. И Он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова. Все предал Бог в руку Его. И все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища Царя и Князей Его, все принес Он в Вавилон. И сожгли Дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги Его сожгли огнем, и все драгоценности Его истребили. И переселил Он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами Его и сыновей Его, до воцарения царя Персидского. Доколиво исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и Он велел объявить по всему царству Своему словесно и письменно, и сказать, «Так, — говорит Кир, царь Персидский, — все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Господь, Бог Его, с ним, и пусть Он туда идет». Размышления. Часть первая. Мятеж обходится дорого. Вторая книга про Липоменом, 36 глава, с 11 по 21 стих. Сидекия — последний царь иудейский. Его правление характеризуется гордыней и мятежом против Господа. Не верны все — и начальствующие, священники, и простой народ иудеи. Они оскверняют дом Господа, поклоняются идолам и отвергают посланных к ним от Бога пророков. За их ожесточенные сердца на них приходит Божий суд. Полчища Новоходоносора захватывают Иерусалим и сравнивают его с землей. Уцелевших жителей переселяют в Вавилон, где они проводят в плену 70 лет. Летописец напоминает своим современникам-израильтянам, что позже Бог исполнит свое обещание вернуть их из плена, и в этом проявится его милость. Ведь даже когда мы пожинаем последствия собственного греха, Бог все равно любит нас и не бросает. Пусть это наполнит нас не гордостью, но еще большим смирением перед Богом. «Когда вам приходилось переживать Божий суд за грех и непокорность, в каком состоянии находится сейчас ваше сердце?» Размышление, часть 2. Бог восстановления. Вторая книга Параллипоменон, 36 глава, с 22 по 23 стих. В конце второй книги Параллипоменон звучит надежда. Автор повествует о возвышении персидского царя Кира. Бог во исполнение пророчества Иеремии возбуждает его помочь восстановить родную землю иудеев. Кир утверждает, что Господь, Который есть Бог Небесный, повелел ему объявить сие словесно и письменно. Темное прошлое тает в свете милости Бога к своему народу. «Царь Кир обещает помочь восстановить дом Господень и воодушевляет людей восстановить отношения с Богом. Если в этом году вы отошли от Господа, восстановите свои отношения с Ним и смело шагайте в год 2019». Случалось ли, что Бог оказывал вам милость после того, как вы полностью отпадали от Него? Как нам не потерять надежду даже в самых тяжелых обстоятельствах? Молитва «Бог, Отец, благодарю Тебя за милость, явленную мне в жертве Сына Твоего, Иисуса Христа, Который понес наказание за мои грехи и бунт и дал возможность примириться с Тобою. Пожалуйста, помоги мне больше и больше познавать Тебя и славить всей своей жизнью. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.